Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Классические модели Orient под названием Bambino имеют множество вариантов, множество версий. Четвертая характеризуется самым большим 42-мм корпусом, и она получила обновление, новые цвета циферблатов, один из них до нас сегодня дошел, Array AC 0P03L. Сегодня посмотрим на эту модель, вспомним, чем же так интересна именно четвертая версия Bambino, ну и конечно приобрести данные часы вы сможете в моем магазине chasterclub.ru, ссылка будет в описании. Так вот они, наши новые Bambino, и выглядят очень-очень любопытно, особенно комбинация ремешка и циферблата цветового гамма, несвойственная вообще для часов, первый раз такую вижу, чтобы комбинировался светло-коричневый цвет, и вот такой бледно-бледно-голубой. Корпус полностью полирован, но разве что внутренняя часть ушек, там есть небольшая матовая поверхность, а так все зеркальное, блестит, сверкает, элегантные ушки, визуально отделенный скошенный рант, куполообразное минеральное стекло, огромная головка, брендированная в районе трех часов, и задняя крышка также брендирована, тут у нас пленочка, информация о минимальном уровне воднепроницаемости, это классика по своему внешнему виду, да, если не берем ремешок, и, соответственно, здесь мы не ждем какой-то большой воднепроницаемости, большого уровня, 30 метров, по минимуму, брызги дождя, а не более. Циферблат по-бобиновски скруглен, то есть визуально выглядит чуть больше, и вот мы видим под углом, что риски дальние от нас уже скрываются, также индексы тоже немножко скругляются, даже стрелки, вот посмотрите, у минутной наконечник тоже скруглен, также у нас у секундный наконечник скруглен, это тоже видно, но часовая короткая, тут скруглять нечего. И все это, конечно, знакомо нам, потому что четвертая версия бобина дважды у нас была, напомню, что модель классическая, более классическая, скажем так, синяя, а потом коричневый вариант с похожим ремешком, двухцветным, можно сказать, но вообще четыре версии, четыре представителя вот этой четвертой версии мы знали, а вот теперь появилось еще четыре представителя с одинаковыми типами ремешка, коричневый с подкладкой уже другого цвета, и тут у нас зеленый, синий, глубокий синий с элементами под розовое золото, это наш сегодняшний вариант, и еще светло-коричневый, уже полностью под розовое золото, и корпусы стрелки, и коричневый ремешок. Но, конечно, я выбрал вариант с бледно-голубым оттенком, потому что мне он по фотографиям показался крайне привлекательным, и на самом деле вживую, вживую смотрится этот оттенок здорово, особенно за счет обработки солнечных лучей, которые мы видим на циферблате, то есть сохраняется и элегантность, сохраняется вот некая загадка, то есть цвет перетекает немножко от светлого к темному, плюс куполообразное стекло дает свой эффект, ну, в общем, выглядит очень здорово. Внутри калибр нам знакомый уже, F6724, его вот как раз-таки в эти бомбины и устанавливают, это ориентовская классика, которая подзаводится как от движения, так и при помощи головки в нурьевом положении. Далее, первая для смены даты, тут она против часовой меняется, кстати, окошко даты, обратите внимание, белый диск, да еще и белая рамка, то есть прям выделяется так вот конкретно, но и второе положение, стоп, секунда, здесь уже меняем стрелки. Стрелки, как вы поняли, совсем уж тоненькие, то есть такая элегантность максимальная, может быть немножко страдает читаемость, плюс свет накопителя нет, то есть его здесь банально негде разместить, но с другой стороны, эти часы все-таки, наверное, не годятся за каким-то таким агрессивным характером, тут, скажем так, такая классика, переходя с щавкой и жем. Смена даты начинается заранее, еще до 11 вечера, но ровно в 12 перещелкивается, все по классике. Ну и на запястье они тоже привычно сели, и это как раз-таки четвертая версия бобина, а если вы помните, то она как раз-таки выделяется из всех остальных за счет 42-миллиметрового корпуса, то есть мало того, что он увеличенный, так еще и полностью полированный, у других мы привыкли видеть сатинирование. 49 высота по краям мушек, 12 толщина, и еще ремешок здесь, естественно, тоже чуть шире, уже 22 миллиметра. Ремешок тоже привлекает, эта кожа, эта кожа серая, но снаружи мы видим светло-коричневую, такую замшу, приятная на ощупь, и вот она как раз-таки дает вот этот casual эффект, немного даже спортивный эффект, то есть за счет этого часы уже перестают быть строго классическими. Полированная опряжка на запястье, тут где-то примерно от 15,5-16 до 21 см, в общем такая тоже классика ориентовская, много достаточно отверстий на средние небольшие запястья. Ну а общий вес 63 грамма, они легкие, почти не ощущаются на руке. Ну и строгий дресс-код, естественно, здесь не подходит, а вот все остальное на голое запястье, как вы видите, отлично сидят. Плюс рубашки, кофты, как я уже сказал, casual стиля, спортивная направленность тоже можно комбинировать, но аккуратнее, все-таки здесь элегантность остается, тонкие индексы, тонкие стрелки, и чтобы все сочеталось грамотно, я бы советовал их использовать с рубашками, наверное, в вечернее время или как часы выходного дня. В очередной раз убеждаюсь, что четвертая версия самая такая вот противоречивая, это как будто бы ребенок плохишь в семье, то есть он вроде бы свой, вот эта элегантность сохранена, но увеличенный корпус, но ремешок, чуть замшей, все это себе кричит, заявляет, вариант для тех, кто хочет немножко отойти от элегантности, кому она может быть поднадоела, но не хочет делать сильный шаг в сторону совсем уж агрессивных часов, это вот что-то такое промежуточное, ну и 42-х миллиметровый корпус, это тоже, знаете, такое на любителя, все-таки бомбина сейчас и в 38 уходит, плюс есть подобные версии 38-ми миллиметровые, с пастылями и тонами, правда они к России еще не дошли, и даже не знаю, когда дойдут, если вообще дойдут, а вот эти уже у нас есть, жаль, конечно, зеленым пока они пришли, но наш сегодняшний гость, плюс глубокий синий оттенок, плюс светло-коричневый в розовом золоте, все это доступно для покупки, если вдруг вы хотите себе, скажем так, приобрести свежее бомбиновское дыхание, последнее слово серии, то это отличный вариант. В конце хотел бы узнать ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте его в комментариях под видео, и если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!